Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы физикой занимаетесь, допустим, физикой твердого тела, научитесь быстро переводить аналитические единицы одним в другие, допустим, обратные сантиметры в миллиэлектрон-вольт и в градусе Кельвера. Вот так вот научитесь. И уже вот так вам скажут, ну это порядка десяти миллиэлектрон-вольт. Вы скажете, а, ну понятно, это там порядка температуры, значит, сколько там есть, ну порядка там нескольких градусов Кельвина, значит, там десяти, там несколько, не помню, и так далее. Вот я вас уверяю, что это как бы не само по себе полезно на самом деле, и будет производить впечатление о вас как о специалистах, которые что-то понимают. Ну, на самом деле, еще, если про муминетизм говорить, там еще поля надо представлять характерные, умноженный на муминетон Бора, скажем, да, H умноженный на муминетон Бора, вот характерное поле еще надо представлять. И тогда вообще, как бы, производить впечатление, вот. Тем более там, как бы, это все примерно одно и то же. Так, так вот, здесь, в этой теме, в нашей теории, это уравнение Келлинга. Некий такой вот, значит, тайное знание, такое доступное, только посвященное. Итак, речь идет о следующей системе уравнений. Вот, это система уравнений. Что это за система уравнений? Ну, неизвестными здесь являются функции Кси Кт. Это функции, вот, n переменных, вот, ну, то есть, x1 и так далее, xn. И, соответственно, Ка пробегает тоже значение 1 и так далее, n, да? Сигма, тоже неизвестная функция, и тоже она является функцией. Итак, x1 и так далее, xn. То есть, что получается? У нас n плюс 1 неизвестная функция. Вот в этой системе n плюс 1 неизвестная функция. Сама система представляет собой что? Сколько уравнений есть в этой системе? Ну, смотрите, индексы К и Д принимают значение от 1 до n. Вот, но понятно, что в силу такой структуры, если мы поменяем К и Р местами, то у нас то же самое уравнение. Правильно? Поэтому здесь на самом деле не n квадрат уравнений, а меньше уравнений. То есть, как бы, ну, это как вот количество элементов независимых в симметричной матрице. В симметричной матрице, да? То есть, у нас важен только верхний треугольник, скажем, да? Потому что нижний получается просто траспанирован. Те же самые элементы стоят. И еще элементы, которые на диагонали. Вот. Если посчитать количество уравнений, это 1, 2 будет n на n плюс 1. Вот это, ну, то же самое количество независимых элементов в симметричной матрице. На самом деле, это сумма чисел от единицы до n, которая меняется через единицу. 1, 2 и так далее до n. Вот это вот сумма. Это количество уравнений. Количество уравнений. Ну, что получается? n плюс 1 неизвестная функция. n на n плюс 1 уравнений. То есть, система переопределённая. Переопределённая система. Количество уравнений гораздо больше, чем количество независимых функций. Ну, за исключением тривиального случая n равно 1. Вот. Ну, да, тут как-то получается. А, получается, при двойке. Двое дирамо. Два пополам. Два. Одно. Три. То есть, два. Три, три. А, ну, при двойке там одинаково. Три, три. Вот. Ну, на самом деле, там про единицу и двойка. Отдельная речь. Вот. А предполагается, конечно, что это всё для большего количества переменок написано. Это дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка. Вот. Но удивительным является тот факт, забегая вперёд, что решение у этой системы, переопределённость, таким количеством функций, всё-таки находится. И это решение, как бы, ну, совершенно определённого вида. Вот. Вот давайте эту систему решим. И эти решения будем знать. Когда мы такую систему встретим, мы не будем её замово решать, а сразу посмотрим этот раздел и воспользуемся этим решением. Итак, значит, как эта система решается? Ну, значит, я все эти уравнения продифференцирую, ещё раз, по M, по переменной XM. То есть, есть исходные системы, да, ну, вот этот ΔKL никого не смущает, да, это ΔСигма, понятно, да? То есть, я это не объясню. Итак, я дифференцирую ОМ КСКЛМ плюс КСЛКМ равно Сигма М Дельта КЛ. Так, ну, тогда я могу записать, я СИКЛМ могу записать, и утащить это туда, да, и получить, что это будет минус СИКЛМ плюс Сигма М Дельта КЛМ. Перетащил. Вот, ну, теперь я могу вот в этом выражении корень поменять местами. Это я, значит, поменяю местами порядок взятия-производа. Ну, предполагается, что, конечно же, при смене порядка дифференцирования величина не меняется, да, то есть функции хорошие дифференцирования. Вот, тогда это получится так, равно минус СИКЛМК плюс СИКЛМЗКЛ. Ну, ну, поменял порядок индекс. Но теперь я снова воспользуюсь вот этим правилом, которое тут написано, уже вот для этой величины. А у СИКЛМК тоже меняется? Нет, зачем? Я порядок дифференцирования просто поменял. Здесь вот и все. Там у меня ничего. Это как есть, так и есть, там ничего не сделаешь с ним. Вот. Но, вот к этой величине я снова применяю вот это правило. Правило это в чем состоит? Смотрите, если у нас дана вот такая величина с тремя индексами, да, то я пишу знак минус, пишу эту же самую величину, но теперь вот эти индексы, которые стоят близко к букве к СИКЛМК, меня ими ставят. И дописываю еще вот такое слагаемое плюс, да, вот это самое. По какому правилу? Индекс М. Вот он. Это тот, который стоит дальше. А вот эти двоинлицы в Дельта СИКЛМК. Все, пишу. Значит, минус, минус и плюс. Значит, СИКЛМК. Элька. Минус СИКЛМК. Дельта. Элька. Вот что у меня получилось. Посмотрите, так у вас получилось. Еще раз. Поменял местами. Знать минус появился. Вот здесь плюс. И вот этот вот К Дельта СИКЛМК. Так. Значит, здесь я что могу сделать? Еще разок эту же операцию провернуть. Снова поменять вот эти два индекса местами. И снова тот же самый фокус. То есть, что я делаю? Меняем местами вот эти два индекса. Знак минус СИКЛМК. Минус. СИКЛМК. Чтобы все себя целесо. В dizer вот так. Минус. СИКЛМК. Чтобы это было. То есть. То есть. ну вот как как получилось так получилось давайте смотреть сравнивайте то что у вас никуда не подсматриваю просто вычисляли нормально все так ну теперь конечно надо заметить следующую удивительную вещь вот у нас здесь стоит к lm а здесь стоит к м это же то же самое то есть здесь то мы можем безболезненно поменять местами знак минус это значит мы сюда может перенести вот и вот эта вот величина она выразится через то что осталось ну появится двоечка я на нее сразу поделим и так к м равно 1 2 . ну сначала выписываю со знаками плюс 2 слагаем сегма дельта к м минус сегма к дельта к м минус сегма к дельта к м ну вот что получилось значит есть конечно ну некоторая логика в это выражение то есть индекса или в некотором смысле равноправно да то есть мы их можем менять местами при перемене и вот этих индексов местами ничего не должно здесь появиться ну действительно это так поэтому вот эти два слагаемых ходит обязательно с одним знак здесь индексы или м если поменять местами они просто меняются местами вот эти два слагаем а вот это нет оно то есть к лм так дальше что можно сделать можно сделать следующее можно положить вот здесь вот индексы л и м одинаковыми и просуммировать ну это что за оператор то есть это вот эта штука равно ну а тут смотрим что получится итак мы л и м сделали равными что это значит вот здесь вот будет ну я м заменяю то есть у нас ведется суммирован кси л на дельта к и суммирование такое но вот этот дельта к и он будет отличен от нуля только при к равном и точнее точнее при а ей равном к потому что у нас и меняясь сильного останется сигма кси макар сигма к останется здесь но не только слагаемые точно такой же у нас значит здесь тоже сигма к останется 2 сим Это слагаемое другое и суммируем. Это что такое? Когда сумма дельта или дельта или троечка? Ну, смотря какой пространстве. Минус N Сигма К. Ну, значит, видим Сигма К, Сигма К осталось у нас. Соэффициент такой? 2 минус N пополам Сигма К. Вот соотношение, которое, ну, оно мне пригодится, я его выпишу. Дельта Сигма К равно 2 минус Сигма К, дельта Сигма К, 2 минус N пополам Сигма К. Это я вывел. Так, теперь я вот в моей исходной системе применил иператор ВАПЛАС. То есть вот что я сделал. У меня была вот та исходная система, я запишу там. Дельта, Сигма К, П плюс. Применил оператор ВАПЛАСа к моей исходной системе. В правой первой части. Что отсюда можно вытащить? Дело в том, что оператор ВАПЛАСа применил XСК, это вот такая штука. А тут как бы мы имеем как раз такую. То есть мы вот эту дельта XСК еще раз дифференцируем, потом по L. Это значит, вот это выражение мы должны еще по L продифференцировать. Ну, значит, получится так. 2 минус L поделить пополам. СИГМА КЛ. А здесь, да, к L дифференцируем по K. Значит, там на L дифференцируем по K. Значит, плюс, ну, вот этот множитель одинаковый, за скобку СИГМА ГЭЛЬТА К. Равно. Так, это я вот эту часть посчитал. СИГМА умножить на ДЕЛЬТА КЛЬ. Вот это одинаковые величины. Порядок-то дифференцирования можно менять. Значит, тут просто стоит удвоенное, ну, СИГМА КЛЬ. Вот тут двоечка, да. Вот появляется такое соотношение. Два минуса на СИГМА КЛЬ равно ДЕЛЬТА СИГМА умножить на ДЕЛЬТА КЛЬ. Так, ну, а можно еще сделать один шажочек такой. Вот отсюда можно вывести такое следствие. Если мы в этом выражении K положим равным R и прав сублируем, да, то, значит, получим вот что. ДВА минус Н ДЕЛЬТА СИГМА просумбируем. Да. Или надо писать СИГМА КЛЬ. А, да нет, понятно. Равно ДЕЛЬТА СИГМА. А тут что будет просумбировано? ДЕЛЬТА СИГМА. Вот, ну, значит, мы теперь можем перетащить вот это Н, вот это слагаемое сюда. Вот это Н с этим складывается. Ну, два Н будет, двойку можно вытащить на нее сократить. Вот что получится. ЕДЕЛЬТА СИГМА РАВНО ДЕЛЬТА СИГМА РАВНО ДЕЛЬТА СИГМА РАВНО СИГМА. Я могу, значит, с этим вот так поступить. Вот, на это выражение я могу так посмотреть. Что если у меня есть величина ДЕЛЬТА СИГМА, я не знаю, равна она нулю или нет. Но если я умножу на единицу на Н, это точно будет ноль. Правильно? Значит, если я вот это верхнее уравнение умножу на единицу на Н, получу ноль. Да. Вот. Однако. Однако. Я, конечно, это самое, ну, и не буду так сразу же это делать. Вот смотрите. Если К и Э у меня различны, да, так это уже пропадает у меня. Так. Вот. Поэтому, значит, я сначала напишу вот какое выражение. 2 минус Н на СИГМА К Р равно нулю, если К не равно Э. Вот отсюда, вот из этого выражения, сразу вот это следует. Так. Ну, а если К равно Э, если К равно Э, но я не суммирую, просто К равно Э, то вот этот дельта-символ даст мне единичку, здесь будет вот эта вот самая дельта-сигма. Но если я теперь это уравнение умножу еще на единицу на Н, то все равно ноль получу. Да. Поэтому вот такое можно написать выражение еще. 2 минус Н, единица минус Н, СИГМА К Р равно нулю, нет суммирую. Вот. То есть мы получили вот такую вот, ну вот такие условия, которые нам определяют функцию СИГМА. Определяют функцию СИГМА. Правда. Есть особый случай. Вот Н равное единице и Н равное 2. Это особый случай. Давайте это напишем. Ну вот здесь вот, как бы напишите. Н равно единице, Н равно 2. Особый случай. О них отдельно надо говорить. Ну разговор там несложный как бы, но потом лучше начать. А давайте теперь предположим, что Н больше либо равно 3. Да. То есть, ну Н больше 2. Предположим. Вот. Если Н больше 2. Если Н больше 2. То мы сразу можем написать. То есть то, что СИГМА К Р равно нулю. Нерегут К Р. То есть совпадают они разные. А все равно. СИГМА К Р равно нулю. Вот что мы получили. Ну вот. Это, как бы, та самая удивительная ситуация. Мы можем сказать, чему, что это за функция такая, которая тут написана. Это линейная функция. СИГМА. Линейная функция. Линейная функция. То есть ее вторые производные, все любые, равны нулю. Да? Вот. И каждая по отдельности равна нулю. Поэтому вот это можно сказать. То есть никаких там уравнений, типа уравнений Лапласа, которые там, черт не знаю, сколько решений здесь нет. Все производные равны нулю. Это линейная функция. Вот. Запишем ее. Значит, ну, я... В линейной функции есть, значит, коэффициент, ну, постоянный и при линейной части. Да? Вот. Ну, выбор этих коэффициентов из соображения удобства я сделал таким. Вот первый коэффициент, свободный, я обозначу 2b. А второй обозначу как 4. С маленькая катая. И си катая. Вот. Вид моего сигма. То есть сигма я получил. Си я получил. Вот. Значит, в частности, отсюда что следует? Что сигма, ну, ЛТ, это что такое? 4СЛ. Да. Постоянная величина. Значит, Б и С это постоянные величины. То есть сигма Л это вот что такое? 4СЛ. Я смотрю на вот это выражение. Вот это вот тоже очень важное выражение, которое мне позволяет надо что сказать. И вижу, что тут у меня стоят как раз вот эти вот первые производные от функции сигма. Все эти производные постоянные. Постоянные. Вот. И это значит, что любая вот эта вот вторая производная всех функций сигма катых это тоже постоянная величина. Вот. То есть вот из этого выражения, вот если его обозначить звездочкой, да, то из звездочки у меня следует, что Си катые это квадратичные функции. Квадратичные функции. Квадратичные функции. Кексикатая это квадратичная функция. Так. Так. Ну все равно, это самое то, что мне будет нужно, но все таки. Ну что ж, сексикатая квадратическая функция, значит я могу как-то обозвать коэффициенты, которые там появляются. Коэффициент постоянный, да, плюс линейные коэффициенты, надо как-то обозначить, B, K, L, X, L, плюс, ну тут будет С большой такой, С, K, L, N, X, L, X, N, то есть вот общий вид квадратической функции, общий вид квадратической функции. Коэффициенты A, B и C нуждаются в определении из тех уравнений, которые у нас есть. Я только замечу сразу следующее, что поскольку вот здесь вот стоит такая сумма, да, то я, конечно, сразу выбираю вот эти вот коэффициенты C, K, L, N симметричными по вот этим двум индексам. То есть, C, K, L, N равно C, K, M, L. Вот, я сразу выбираю, да, то есть, ну, это можно всегда сделать при соответствующих, сложить коэффициенты, поделить пополам, да. Так, ну, теперь, пытаюсь определить эти коэффициенты из тех соотношений, которые есть. Во-первых, вот это вот соотношение звездочка, конечно, да. Это соотношение у меня, ну, как бы... Так, ну вот, остаются тут вторые производные. Понятно, что вот линейные слагаемые пропадают, да, просто пропадают. Остаются только вот эти вот вторые производные. О чем надо помнить? Вот если мы дифференцируем C, K, L, вот, ну, все-таки проведем это дифференцирование, ладно. А пропадает, будет B. Вот мы дифференцируем только по L-те переменной. Значит, будет B, K, L. То самое, которое здесь стоит. Да? Останется. Плюс. Вот смотрите. Здесь мы должны дифференцировать по переменной X, L. Ну, переменные вот здесь и здесь. Все у нас перебираются. Значит, первая производная у нас вот здесь, да? Ну, она вот эту вот переменную заденена. Но второй раз она подействует еще и на этот соотношение. Вот, ну, я как бы не сторонник вот этих формальных вычислений, когда мы пишем, там появляются дельта-символы, потом мы все это там, дельта-символы сокращаем. Ну, хотя так тоже иногда приятно поиграться. Вот, ну, результат будет такой. Ну, вот смотрите. C, K, L, M, X, M. Это когда я продифференцировал вот эту. Но плюс C, K, ну, M, L, X, M. Это когда я продифференцировал на самом деле вот эту вот слагаемую. И я сразу индекс суммирования, ну, старым ставил, да? Его же можно любым писать. Понятен этот результат или надо формально его вычислить? Все понятно, да? Ну, мне кажется, да. То есть тут как бы иногда лучше пописать, а иногда вот так вот. За счет того, что у меня есть вот это правило, я получаю следующее. Значит, B, K, L, плюс C, вот это, 2, C, K. Ну, и, допустим, я оставлю его на этой форме. L, M, X, M. Двоечка появится. Ну, а как же? Вот она должна появиться, да? Вот. Ну, тогда, значит, C, K, L, M, это будет 2, C, вот это большое, K, L, M. Это равно. Ну, и теперь мы пользуемся вот этим вот выражением. Одна, вторая. Значит, здесь остается 4с, маленькая, L, вот с тем индексом, который здесь вот у нас есть, да? Итак, 4с, M, delta, K, L, плюс 4с, M, delta, K, L, минус 4с, M, delta, L, M. Вот, ну, вот я думаю, отсюда виден смысл вот этих четверок, всяких, да, которые вводились вот здесь вот, четверка вводилась. Зачем она нужна была? Она вынесется, получится двойка, двойки сократятся, и, ну, все хорошо будет. Значит, мы запишем для C, вот этого большого, K, L, M, вот такое выражение. Это будет C, L, на delta, K, M, плюс C, C, M, на delta, K, L, минус C, K, на delta, L, M. Ну, вот коэффициенты, которые определяют у нас вот это вот квадратичное слагаемое, мы знаем уже, да, уже знаем. Так, ну, сразу же давайте в сторонке, чтобы, ну, не оставлять это на потом. Посчитаем вот эту свертку, которая дает нам квадратичное слагаемое. То есть, что это такое, C, L, M, чтобы вообще избавиться от этих C больших, да, на X, L, на X, M. Вот эту вот свертку, которая там есть, да. Значит, ну, домножаем на X, L, X, M и суммируем по L и по M. Значит, по L и по M суммируем, так? Вот, ну, видно, что здесь у меня получается так. C, L, X, L, вот, а когда я суммирую по M, вот, домножаю на X, M и суммирую по M, что остается? X, X, K, T, X, K, T остается. Дельта К, M снимает это суммирование и оставляет только одно слагаемое, M равным K. Поэтому получается X, K. То же самое здесь суммируем. Вот, ну, будет у меня C, M, X, M, по M я просуммировал. Теперь по L суммируем. Снова суммирование снимается, остается X, K. И минус. Ну, а здесь у меня что? Цикаты. Я должен домножить на L и на M, на XL и на X, M и просуммировать по L по M. Но останутся только слагаемые, где L и M одинаковы. Дельта Символ снимет одно число. Получается так. X, L, X, L. Понятно, что первые два объединяются. Вот это одно и то же, индекс суммированный, но важно, как и называем. Получается так. 2, C, L, X, L умножить на X, K, T, минус. C, K, T, X, L, X, L. Вот. Вычислили. Слагаемый указатель. Так. Ну, значит, что у нас еще? Нам нужно понять, что собой представляют вот эти вот слагаемые, связанные с линейным членом. Дело в том, что про вот эти слагаемые мы ничего не сможем сказать. У нас в уравнение функции входят через производство. Функции в чистом виде нет. Ну, и значит, вот эти вот величины уже остаются неопределенными, да? То есть, они как бы, какие есть, такие и есть. А вот эти величины, ну, давайте это как бы... А, ну, потом это запишем. Так. А вот эти вот линейные слагаемые, что с ними? Мы можем воспользоваться снова исходными уравнениями. Взять и подставить туда наши вот эти выражения. Ну, вот мне тут кое-что понадобится. Вот это вот, да? Ну, значит, с учетом вида вот этого слагаемого еще. Итак, пишу СКЛ, СКЛ это будет БКЛ плюс. Ну, вот здесь вот я снова вот это суммирование, ну, теперь уже только по одному индексу ПАЭМ провожу. ПАЭМ провожу. Значит, плюс 2. Если я ПМ буду проводить это суммирование, то что у меня тут останется? СЛ на ХК, да? Здесь у меня останется... Значит, я ПМ провожу суммирование. СМХМ на Дельта КЛ. Здесь будет минус... СМХМ на Дельта КЛ на ХК плюс СМХМ на Дельта КЛ. Так, вот это я, наверное, нам неожаю. СМХМ на Дельта КЛ. СМХМ на Дельта КЛ на Дельта КЛ. Надо поменять местами. Уравнение КЛ меняется местами. Значит, я должен указать такое выражение. Ну, ладно. ПМ, 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 ПМ. ПМ, 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 ПМ Сигма, это 2b, 2b плюс 4 ck xk, у нас дельта xk, вот. Вот, это я записал исходную систему, так, ну, смотрим, есть что-то, что сокращается, вот, смотрите, ck xl, а здесь минус ck xl, согласны? То есть, вот это вот с этим сокращается, это вот с этим сокращается, и что еще? Два cm xm с верточкой на дельта xl, и здесь то же самое, 4, и здесь она же, то есть вот это вот это вот и вот это сокращается. В результате bkl плюс blk равно 2bkl. bkl, ну, вот, тут видно, зачем нужна была двоечка при вот этом коэффициенте b маленького, да? Дело в том, что если мы k положим равное l, да, то у нас получится b, ну, как бы, 2bkl равно 2b, нет суммирования. То есть, вот эти вот диагональные коэффициенты, это просто b, bkk равно b, ну, снова нет суммирования. Все диагональные элементы нашей матрицы, b, вот этой матрицы bkl, равны друг другу, равны друг другу, и все равны b. Такая матрица. Вот, а что такое, а что мы можем сказать про недиагональные элементы? Но, когда k не равно l, мы просто, как бы, получаем, что bkl равно минус blk. То есть, наша матрица, вот эти вот недиагональные элементы, антисимметричные, получается, антисимметричная матрица, получается, да? Антисимметричная матрица. Вот, ну и все, мы, как бы, все, все, что могли, мы определили. Вот, давайте запишем ответ, ну, имеется в виду, вот, вид этого косяка, учитывая всю имеющуюся информацию. Какая эта информация? Ну, относительно коэффициента p, b и c, то есть, коэффициенты a. Ну, я, я еще, как бы, обозначу вот эти, акатая большое, я обозначу как акатая маленькая, да? То есть, у нас, как-то, маленькие остались, а по и c, ну, чтобы не так. Вот. Значит, что получается? Итак, сикатая равно акатая, какие-то неопределенные константы, плюс, вот, вот в этом линейном члене мы должны выразить, вытащить, как бы, диагональный, да? Диагональные элементы и недиагональные. То есть, вот эту матрицу мы должны разбить на две части. Диагональную, диагональную, и все остальные элементы. Что касается диагональной матрицы, это что такое? Это единичная матрица, умноженная на b. Вот что такое диагональная матрица. Значит, если мы единичную матрицу умножаем на вот этот x, то мы получаем, ну, дельта к l, как бы, да? b умножить на дельта к l. Вот, получаем следующее. b на x к l. Понятно? Или надо формально расписывать? Понятно? Ну, еще раз повторяю, что b как к l, поэтому диагональная часть, это будет b на дельта к l. Ну, и поставьте вот это туда, и останется x к l. Вот, плюс. Ну, вот тут я, что делать? Запишу вот это вот, то, что есть. Вот такая. Но, как бы, дальше, сразу же давайте напишем пояснение. Что я имею в виду? Что? Бета к l равно минус бета к l к. То есть, вот эти b большие, это теперь уже понимается, как антисимметричная матрица. Антисимметричная матрица. Вот, и плюс. Ну, то, что осталось от вот этого c, у вас это написано, а я попытаюсь вспомнить, что это такое. 2. c. 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 x. l. x. k. Правильно? Угу. Так вот, да? Минус c. k. c. x. l. x. l. Все. Это ответ. Вот, удивительным является этот факт, что мы решили систему нашу, нашу систему уравнений. Ее решение содержит произвольные, постоянные, много и достаточно. Но функциональный вид решения известен. Вот это и есть и то самое, значит, тайное знание, которое теперь у нас есть. То есть, всегда теперь, как только у нас встретится вот эта система уравнений киринга, мы сразу говорим, это мы знаем, ничего больше решать не будем в следующий раз. А глядя вот на эту формулу, выписываем, ну, для данного конкретного случая, там, с какими-то упрощениями, да, возможно, уже решение сразу выписываем. Вот, значит, сколько параметров? Давайте посчитаем. Вот, ну, учитывая, что у нас есть n функций, да, сколько для них, для всех параметров есть? Здесь параметров n, n плюс 1 параметр. Вот здесь сколько параметров? n подавал. n подавал. Антисимметричная матрица. На диагонали нули стоят. что-то, n минус 1 на n, па-па-па-па. совершенно верно. Плюс 1 вторая n на n минус 1. То есть это мы складываем от единицы до n минус 1 числа. Вот. И здесь еще сколько? c. n штука. Ну, что получится в результате? n квадрат пополам. Давайте так, одну вторую вниз. Одну вторую вниз. А что тут останется? n квадрат. n квадрат. n квадрат. n, n. 2n. 2n. Умножить на, да. Умножить на 2, 4. Ну, минус n. n квадрат. Ничего. 3. Плюс 2. Точно. Плюс 2. А нет, не плюс. А это 2, а 2. А это что такое? Одна вторая n плюс 2 на n плюс 1. Вот сколько свободных параметров здесь есть. Вот. Ну, то есть, для первого нашего, что ли, нетривиального случая n равно 3. Это сколько параметров получится? 3 плюс 1, 4. Пополам 2. 10. Здесь параметры будет, да? Так. Значит, давайте еще для трехмерного случая запишем это в таком векторном виде. Ну, используя обозначение для трехмерных векторов. Для трехмерных векторов. Значит, в случае n равно 3. В случае n равно 3. в текущем. Вот, что касается вот этой матрицы. В текущем. В текущем. В текущем. В текущем. омега m. Вот. Вот можно записать матрицу вот в таком виде. Ну, я не знаю. Знаете вы, что это за? Ливид, да. Ливид, да. Ливид, да. Ливид, да. То есть у нас, ну, вот когда индексы 1, 2, 3 имеют значение, вот эта величина равна единице. Любая циклическая перестановка тоже сохраняет эту величину. Но перестановка, которая не циклическая, а содержит вот перестановку пары, крикадной пары, даст нам минус единицу. Значит, всего из 27 возможностей отличных от 0 6, из них 3 равна единице, 3 минус единице. Вот. Значит, ну, почему это, значит, вот то, что здесь написано, удовлетворяет вот это, появляется непосредственной подстановкой, да? Когда мы k и l поменяем местами, это как раз вот это будет такая не циклическая, что я перестановка, да? И у нас сразу выполнится вот это вот требование. Да? То есть что это? Матрица антисимметричная. Вот. Матрица антисимметричная. Так, ну, в трехмерном случае у нас отличных от нуля единиц, то есть от нуля матричных элементов это будет 3 элемента на верхней диагонали, 3 на нижней диагонали, 6 элементов, да? Ну и тут как раз вот эти вот 6 элементов и выжили, которые есть. То есть не 6, а имеется в виду 3 разных элемента, но с точностью до вот этого правила значит при транспонировании знак меняется. все получается. Вот. Ну, с помощью вот этого мы запишем тогда сначала аккуратненько вот это вот секатэ в таком виде, ну, чтобы просто вот это вот посчитаем. Плюс B секатэ плюс и вместо, если B я подставлю, это будет E, K, M, L, Омега, M, X, L, плюс 2, C, L, X, L, X, K, меньше C, K, X, L, X, L. Ну вот, если я теперь введу обычное векторное обозначение, то XI со стрелочкой равно A со стрелочкой плюс B R то есть Xкатэ это компоненты вектора R плюс ну вот в этом мы узнаем, что Омега на R векторно надо выбрать какое-то обозначение для векторного произведения, обычно пишут либо квадратные скобки и запятую, либо крестик квадратные скобки и крестик сразу ни с чем не спутать вот и значит вот это вот что у нас тут стоит у нас тут стоит вектор C есть во-первых но он скалярного перемножается с вектором R и на вектор R уже умножается скалярное движение ну что есть вот так 2C R R то есть это вектор минус ну а здесь вот наоборот вектор C ну вектор R на вектор R скалярно умножается и это получается R в квадрате то есть модуль вектора R в квадрате то есть вот для трехмерного случая как выглядит решение ну соответственно сигма для трехмерного случая сигма выглядит как 2B плюс 4C R 2B 4C вот значит про уравнение Киллинга да значит на самом деле еще не все дело в том что мы не разобрали еще два случая N равно 1 и N равно 2 вот ну что касается случая N равно 1 это случай тривиальный потому что здесь как бы у нас остается только одна функция и одна переменная да и при N равном 1 ну это вырождается очень такое как бы 2C штрих от X равно SIGMA от X да и значит видно что SIGMA если мы SIGMA возьмем произвольную любой да то XI это будет просто ну какая-то константа плюс 1 вторая интеграл там допустим от 0 до X SIGMA там X Штрим до X Штрим да вот что это такое да то есть это такой тривиальный случай в случае N равное 2 очень странный вот дело в том что когда N равно 2 у нас снова получается бесконечно много решений вот но вот эти вот условия которые тут вот написаны это на самом деле условия для ну условия Доломбера-Эйлера или условия Кошелима вот для дифференцируемости функции комплексного перемена то есть в этом случае ну вот я напишу так вот если XI равно U XI равно V вот то вот и мы возьмем функцию переменной X плюс Y вот функцию комплексной переменной в таком виде U ну это в общем случае комплексная функция X плюс Y плюс V X плюс Y Y то вот эти вот уравнения это просто будут условия Кошелимана которые просто дают нам условия дифференцируемости вот этой функции комплексного перемена вот и получается так что функциями U и V могут быть действительно имнимая часть любой функции комплексного перемена то есть решений опять становится ну какое-то совершенно неограниченное количество вот почему потому что вот те уравнения которые выдали нам ну линейную и квадратичную функции вот здесь они при N равно 2 ну видели не срабатывают да когда N равно 2 там вот этот множитель вот этот множитель он видите уже вот это все равно нулю и не обязательно не обязательно чтобы Сигма Каэль равно нулю понимаете то есть решений ну в какое-то неограниченное количество раз больше хотя мы всегда можем сказать так ну ведь несмотря на то что 2 минус N равно нулю да у нас и ситуация когда Сигма Каэль равно нулю она тоже дает нам ноль да поэтому и такие решения которые мы сейчас только что выписали мы тоже имеем право рассматривать но повторяю что при N равном 2 вот у нас оказывается что ну очень много решений если мы вспомним что наши функции вот эти вот ксикаты это локальное преобразование симметрии то получается что вот этот случай N равный 2 вот когда у нас возникает уравнение киллинга N равным 2 случае он приводит к какому-то невероятному количеству симметрий да вот какого-то особого типа такого который не связан с вот этими симметриями такими линейно квадратичными да там еще много чего есть это особый случай про это надо все время помнить плоскости выделены среди остальных размерностей почему-то вот эта теория оказывается так ну вот ладно все у меня предложение такое вы конечно хотите пойти поесть но у меня предложение такое мы сейчас небольшой перерывчик сделаем потом я как бы начну только кое-что еще но на самом деле следующий важный пример касающийся всей вот этой вот нашей темы мы его начнем но досчитаем уже в следующий раз поэтому перерывы сейчас небольшой а потом пораньше зайдемся